Приветствую вас, и то, что можно сказать совершенно однозначно, это то, что ваш мужчина, которым идет речь, к вам не безразличен. Нельзя, конечно, залить человеку в голову, нельзя утверждать его мысли, тем более, что эта мысль не ваша, даже от третьего человека, от третьего лица. Поэтому утверждать однозначно, что это за чувство, нельзя. Но то, что вы не безразличны, то, что вы имеете для него определенные отношения, это совершенно точно. С этим объясняется и то, что человек, будучи недрезвым и детковым. Это значит, что алкоголь снимает все внутренние ограничения человека, все его внутренние барьеры и позволяет ему проявлять себя так, как он хочет. Так, как ему самому кажется правильным, в соответствии с его порывами, его чувствами и мотивами. Другое дело, что у вашего молодого человека наблюдается внутренний конфликт. И связан он с тем, что у него были неудачные отношения, которые не только накончились плохо для его девушки, но и по нему самому, видимо, ударили достаточно сильно. Настолько сильно, что он начал страдать неуверенностью в себе. Настолько сильно, что его самооценка немного занизилась. Настолько сильно, что он начал обладать определенной долей нерешительности с определенными сомнениями в отношении вас, в отношении себя и так далее. И вы знаете, здесь, в этой ситуации, несмотря на то, что чувства у него к вам есть, несмотря на то, что мужчина в общем и целом неплохо к вам относится, и его поведение на данный момент можно рассматривать как защитную реакцию на вас. То есть он игнорирует вас, не здоровается с вами именно потому, что боится, что вновь начав общаться с вами, он вновь окажется близко к вам, и ему будет сложно от вас уйти, ведь он считает себя недостойным вашим, недостойным того, чтобы быть с вами. Вы знаете, вне зависимости от того, есть ли у него чувства, я имею ввиду, чувства романтические, вне зависимости от того, есть ли у него желание быть с вами, потребность и так далее, вам-то нужно как-то шить дальше, вам-то нужно как-то устраивать свою жизнь, у вас-то, ну-то, не знаю, какая-то стабильность, какая-то определенность, и вы не можете вечно ждать молодого человека, особенно если он такой вот нерешительный. И вы знаете, чтобы максимально посмотреть, что для него прям важнее, вот, либо чувство к вам и желание все-таки быть с вами, или свои собственные сомнения, значит, чтобы посмотреть на это, вам нужно создать ситуацию, когда мужчина сможет проявить свои чувства, проявить свои отношения. Вот он говорит, что найдет вам мужчину, но мужчину, конечно же, не нашел, потому что в его глазах только он является вам достойной парой. Но это эгоистично, так думать, при этом не уделяя вам никакого внимания. И он, наверное, он это понимает, и поэтому так всегда ведет. Но, еще раз, чтобы вам определиться, нужно показать ему, что вы встречаетесь с тем-то, чтобы дать ему понять, что вы живете дальше. Вот, когда он увидит, что, в общем-то, вы продолжаете жить, что вы как-то налаживаете свою личную жизнь, что вы стараетесь построить отношения и так далее, у него будет возможность проявить себя. Проявить себя так, как вот ему диктует сердце. Если чувства к вам у него сильны, он все-таки будет с вами, переборет себя, переборет свой страх и сблизится с вами, вступит в отношениях. В этой ситуации вам нужно сразу на его инициативу и приглашение не отвечать, а дать ему возможность, как бы это сказать, подтвердить, проверить свои намерения, чтобы он сам был уверен в том, что делает, чтобы вы были уверены в нем, и тогда уже вступать в отношениях. Ну, или он не решит с вами сближаться, и тогда это будет означать, что сомнения все-таки взяли вверх, и вам незачем такого человека ждать, ибо ничего хорошего из этого не получится, а только разочарование будет. И пустая трата вашего времени, которая бесценна. На этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!